Сотни километров густых величественных лесов, которые переплетаются с множеством рек и озёр. Здесь горы соседствуют с низинами, а влажное жаркое лето сменяется сухой морозной зимой с пронизывающими ветрами и температурой до минус 50 градусов. Уссурийская тайга – контрастная местность с уникальной флорой и фауной, и последний оплот одного из величайших хищников планеты. У него огромные размеры, высокая скорость и невероятная сила, не оставляющая шансов противнику. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой» и сегодня речь пойдет об опасном, грациозном и невероятно редком хищнике. Встречайте, амурский тигр! Амурский или уссурийский тигр является крупнейшим диким представителем семейства кошачьих. При длине тела с учетом хвоста около трех метров масса самцов может переваливать за 300 килограмм. Самки заметно уступают в размерах, а их вес почти вдвое меньше. Ареал обитания хищников охватывает южную часть дальнего востока России и северо-восточный Китай. Амурские тигры отлично приспособлены к выживанию в суровых таежных условиях. Довольно мощные толстые лапы словно гигантские снегоступы облегчают перемещение зимой. А от самых лютых морозов спасает густая шерсть, длина которой местами свыше 10 сантиметров, а также толстый слой жира, который на животе достигает внушительных 5 сантиметров. Вне всякого сомнения, амурский тигр является одним из самых грозных и сильных хищников планеты, но это не делает его жизнь простой и безоблачной. Из-за внушительных размеров ему сложнее быть незаметным, поэтому в большинстве случаев потенциальная добыча скрывается из вида задолго до приближения охотника. В голодные времена тигр не брезгует питаться лягушками, птицей и мелкими млекопитающими, а во время нереста лосося не упускает возможности порыбачить. Но приоритетной мишенью всегда становятся кабаны и олени, а иногда даже лоси или медведи. Сумерки или ночь – лучшее время для охоты. В темноте зрение тигра в 5 раз превосходит человеческое. Как и другие кошачьи, он замирает при обнаружении цели и старается ступать максимально тихо, тщательно планируя нападение и до последнего не выдавая свое присутствие. В решающий момент хищник срывается с места, на коротких дистанциях развивая скорость до 70 км в час, чего хватает, чтобы догнать застегнутого врасплох оленя. Огромные втяжные когти длиной до 10 сантиметров не дают жертве шансов вырваться, а мощные челюсти с 8-сантиметровыми клыками позволяют одним укусом в шею разделаться с большинством противников. Не сводя с цели глаз и используя естественное укрытие, тигр может часами наблюдать за добычей. У кабана не лучшее зрение, но превосходное обоняние и слух, поэтому хищник должен учитывать направление ветра и не нарушать тишину. Кабан скрывается из вида, но расстояние слишком велико, другого шанса не будет, поэтому тигр переходит в наступление. Скорость кабана не превышает 40 км в час, однако дистанция играет ключевую роль. Тигр может неустанно ходить, но стремительный бег не только изматывает, но и вызывает быстрый перегрев организма, что в такой толстой шкуре может иметь печальные последствия. Успехом оканчивается лишь одна из десяти попыток, при этом каждая атака отнимает огромное количество энергии. Обычно тигр не покидает места, богатые потенциальной добычей, но при ее недостатке зверь проходит тысячи километров за сезон. Порой этим величественным хищникам приходится голодать больше недели, что в холодную зиму грозит смертью от истощения, поэтому иногда шанса на промах просто нет. Когда голодный тигр все же добирается до пищи, он за раз может съесть до 30 килограмм мяса. При этом суточная потребность взрослого охотника зимой превышает 10 килограмм, летом чуть меньше. Получается, что в год ему нужно поймать более 60 крупных копытных. Наконец, после плотного обеда тигр может отдохнуть, расслабиться и привести себя в порядок. При этом он не спускает глаз с пойманной добычи и несколько дней остается неподалеку, пока не будет съедено все до последнего кусочка. Амурского тигра непросто увидеть, ведь он бродит по территории, которая до 10 раз больше, чем владения тропических родственников. Так, земля одного самца может достигать 800 квадратных километров, а ее границы обозначаются не только пахучими метками, но и острыми когтями. Самки же осваивают вдвое меньшее угодье. Территории самцов никогда не пересекаются, но часто затрагивают земли сразу нескольких самок. Это облегчает поиск партнеров во время брачного периода. Обычно раз в два года на свет появляются от двух до четырех крохотных и беспомощных тигрят, которым только предстоит открыть глаза, впервые покинуть убежище и постепенно перенять у матери все навыки охоты и выживания. К полутора годам дети становятся самостоятельными, но они не сразу покидают мать. Особенно это касается самок, которые могут сопровождать ее вплоть до четырех лет. Но настанет момент, когда и им придется отправиться на поиски собственной территории. Амурский тигр находится на вершине пищевой цепи. Среди всех животных ему не было равных, пока во владение хищника не ступила нога человека. Истребление животных было настолько интенсивным, что к середине прошлого столетия во всем мире осталось лишь около 40 особей. При этом, в отличие от бенгальского родственника, амурский тигр крайне редко нападает на человека. Созданием заповедников и принятием решительных мер популяцию удалось частично восстановить, и сегодня численность животных приблизилась к 600. Но и по сей день лесорубы лишают их единственного дома. Охотники истребляют потенциальную добычу, а браконьеры идут наперекор запретам. Остается надеяться, что здравый смысл окажется выше жажды наживы, и когда-нибудь эти величественные животные не только вернут утраченное владение, но и обретут новое. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!